Девушки отдыхают Девушки отдыхают Кто не дал своего согласия на это, расскажем Будем сегодня и песни слушать Это главные новости Юга Сибири Я Анастасия Павлова, здравствуйте Он говорит о том, что вам сейчас единственное, что нужно назвать номер вашей карты И даже это меня не смутило, понимаете, в тот момент У мошенников новая схема увода денег с банковских карт Они подделывают номера банков и корпоративную музыку Можно ли вернуть деньги, украденные из карты? Поэтому я получился вот здесь, в кустах Все понятно, Андрей Анатольевич Выпивали сегодня? Да, выпивал Маленько бутылку пива выпил Лишаются водительских прав Машин и зубов Как отдыхают на самом популярном озере Хакасии Шира, показала курортная полиция Излучение идет Излучение А какое? Сколько тут единиц? Как оно измеряется? Ну главное детский садик Ладно, мы там жильцы, ладно Жители Чертыгашево против установки вышки сотовой связи у себя во дворе Мобильная группа расскажет, безопасна ли такая стройка А еще когда уберут дорожную технику Щетинкина В Абаканском зоопарке устроили показательное кормление пеликанов Сколько рыбы уменьшается в этой птичке, увидите Минтранс планирует отрезать угольщиков от дорог Если точнее, ограничить проезд большегрузов до 3,5 тонн по дорогам Белый Яр-Бея-Аскиз и Белый Яр-Аршанова-Бея Сделать это чиновники смогут после специального обследования, пишет газета Шанс Но уже сейчас глава Минтранса заявил, что есть информация о проблемах с этими дорогами Они разбиты и все из-за угольных машин Со слов министра, уголь здесь возят разрезы Оршановский, Белоярский и Восточно-Бейский Но предъявить предприятиям претензии Минтранс не может, не работает нормально весовой контроль МВД с себя такие полномочия сняли, и перевозчики этим пользуются, уверен Тиронов Обследование как раз и поможет выявить ущерб от угольных большегрузов Не только разбивают дороги, но и платят за аренду участков смешные деньги В бюджет идет всего 2% от кадастровой стоимости угольных карьеров Это около 40 миллионов рублей А могло бы быть полмиллиарда, если бы Москва не зарубила законодательную инициативу от республики и красноярцев И мы, соседи, просили увеличить размер аренды участков для угольщиков Поправку не пропустил Комитет Госдумы по природным ресурсам и землепользованию Федералы свою позицию объяснили так Поправка не обоснована Проще говоря, хакасские и красноярские чиновники плохо объяснили, зачем она нужна и как заработает во всех регионах Глава бюджетного комитета парламента хакассии уверен Палки в колеса республики ставит Юрий Афонин, замглавы того самого комитета, что не пропустил поправку И по совместительству он зампредседателя ЦК КПРФ и наставник нашего главы коммуниста Валентина Коновалова Перед выборами он обещал всячески помогать своему подопечному развивать хакассию А Коновалов неоднократно возмущался, что разрезы наживаются на регионе даром Так что продыряй в бюджет республики и о том, как хакассии нужна эта поправка Афонин точно знает Юрий Афонин, заместитель руководителя комитета Вот Афонин, если хочет помочь хакассии, Сибири, он бы сделал все для того, чтобы эта инициатива прошла И не думал бы не о том, как олигархи потеряют деньги, а думал бы о том, как хакассия, Красноярский край Будет увеличивать свою бюджетную систему Валентину Олеговичу нужно отказаться слушаться таких своих партийных товарищей И объединиться вокруг заместителей, которые местные из хакассии Олег Иванов добавил, что московские друзья вроде Афонина манипулируют главой республики А администрации главы кукловодят открыто, чтобы установить в регионе свои порядки и легко руководить хакассией При этом за 8 месяцев ни о какой помощи региону, обещанной московскими коммунистами, жители республики так и не услышали Сегодня ночью или к завтрашнему утру к жителям Черногорска должна вернуться горячая вода, если не будет новых порывов СГК сообщает, что сети уже заполнены водой, давление в системе стабильное Это значит, что утечек нет Теперь задача коктейльных Актека – поднять температуру в трубах Параметры теплоносителя можно увидеть в реальном времени на сайте Актека Сами черногорцы говорят, что кое-где вода из горячих кранов уже бежит, но пока она ледяная СГК отмечает, что дефектах на сетях осталось еще много, но для возвращения воды черногорцам они все сделали Две семьи с детьми, 10 человек, четверо взрослых и шестеро детей от 4 до 8 лет погибли сегодня в Туве Трагедия произошла в 9 утра Люди на Оазе пытались переехать реку, машина перевернулась Шалбан Караул выразил соболезнования семям погибших и призвал быть осторожнее на воде Из-за дождей уровень рек быстро поднимается К новостям вернемся через полторы минуты и смотрите далее Вот что в Нотабена Коньяк такой вкусный был Я коньяк если пью, ничего не мешает Шира разгар курортного сезона По субботам там дежурит спецподразделение Гром и работает курортная полиция Как отдыхают гости, покажем Ну очень печально, что делаешь для людей Стараешься, как-то оформляешь пространство, чтобы было интересно, красиво Люди не оценили, испортили Возле музейного центра из фотозоны украли скворечники, которые сделали дети Жители Чертыгашево боятся вышку сотовой связи А тем, кто живет на Щетинкино, мешает дорожная техника Подробности у мобильной группы У меня была мечта самому снимать свои клипы И эта мечта осуществилась Руслан Ивакин не только написал новую песню, но и сам снял клип на Байкале Официальная премьера через неделю, но небольшой кусочек покажем Хотите 300 тысяч рублей? С ежемесячным платежом менее 10 тысяч рублей Приходите 17 и 18 июля в Банк Восточный Климат-сервис 15 лет комфорта Были проблемы с оформлением частного дома Я обратилась в единый центр защиты Дали представителя в суде Суд мы выиграли, всем довольны Юридическая служба Единый центр защиты Телефон в Абакане 313242 В Черногорске 313123 Возьмите под контроль климат в доме Кондиционеры Royal Klima с японскими технологиями Высокое качество за разумные деньги Некрасово 45 Скат Аналоговое и цифровое телевидение без изменений Звоните и подключайтесь 297 397 90 тысяч рублей заплатили отдыхающие в Жемчужном судебным приставам Такой сбор всего лишь за субботу Расчет сразу по терминалу Арестовали приставы и несколько машин Рейды вместе с полицией они будут проводить все лето А в Жемчужном до конца сезона работает курортная полиция Коньяк такой вкусный был Я коньяк если пью Ничего не мешает Ну правильно Потому что болит голова Так напиши Задержали даму из Красноярска на выходе из кафе под утро А эта супружеская пара Сама уйти из заведения уже не смогла Оказалось, красноярцы вахтовики Очень давно не отдыхали Прощались с полицией дружелюбно Дай Бог вам счастья В жизни детям вам и вашим журнам Безобидные нетрезвые курортники Особых хлопот полицейским не доставляют Их отпускают домой На пьяные драки уже выезжает спецподразделение Гром Оно дежурит в Жемчужном каждые выходные В субботу задержали компанию, сбившую соседей по базе отдыха Проверяют, конечно, и водители на трезвость С начала сезона курортная полиция задержала 14 пьяных автолюбителей Этот улетел в Кювет Уходили от столкновения? Уходил от столкновения Потому что я выходил с поворота И этот человек выходил прямо Я ушел от него Поэтому я получился вот здесь в кустах Все понятно, Андрей Анатольевич Выпивали сегодня? Да, выпивал маленько Бутылку пива выпил Бутылку пива выпили, да? Все понятно Расстаются на курорте отдыхающие не только с правами, но и с самими авто Приставы автоматически по номеру определяют Есть ли у владельца задолженность У этого 360 тысяч Все нарушители, по словам полицейских, в основном не местные Красноярцы, Томичи, Кемеровчане Сами отдыхающие к дополнительной охране относятся положительно С Кемеровской области Я думаю, что это хорошо Потому что все-таки порядок должен быть Народу много Кто-то пьет, кто-то не пьет Кто-то ведет себя неадекватно Первый день сегодня отдыхают Я считаю, что полиция, конечно, нужна Может быть, не в усиленном режиме Но для соблюдения порядка Я думаю, это необходимо Работает курортная полиция не только в Жемчужном Выезжают и на Белё А совместные с приставами рейда запланированы на все лето На очереди Абакан, Черногорск и Сорск Бывший временный глава Хакасси Михаил Развожаев Стал временным главой Севастополя Об этом экс-руководитель нашего региона Написал в соцсетях Сопроводив пост в фото встречи с президентом Считаю назначение очень ответственной задачей Воспринимаю это как высокое доверие президента Приложу все усилия, чтобы своей работой заслужить доверие севастопольцев В ближайшее время вылечу в Севастополь, чтобы приступить к исполнению обязанностей Написал Михаил Развожаев в соцсетях В Севастополь Путин отправил его после отставки бывшего губернатора Дмитрия Овсянникова Главной причиной этого ухода СМИ называют конфликт исполнительной власти Севастополя с депутатским корпусом Напомню, Михаил Развожаев был назначен Путиным в Рио главы Хакасси 3 октября после отставки Виктора Зимина, который проиграл в первом туре выборов После победы на выборах коммуниста Валентина Коновалова Развожаев стал главой исполкома Общероссийского народного фронта Кто сейчас возглавит ОНФ, пока не ясно Мошенники научились поделывать телефонные номера банков Звонят и пугают, что кто-то пытается взломать счет Далее просят выполнить ряд операций и уводят деньги Схема убедительная Номера настоящей СМС приходят один в один, как от банка В Абакане такой случай уже был Анна Янгулова расскажет, как оградить себя от аферистов Они вели меня в состояние стресса Потому что сказали, что в данную минуту Мошенники собираются произвести снятие денежных средств Анастасия Юхнова пользуется услугами банка 10 лет Сбоев никогда не было С привычных номеров девушки регулярно приходят Информационные СМС, бывают и звонки от сотрудников В этот раз номера банка также позвонили Якобы нужно срочно карту блокировать На нее посягают мошенники Он говорит о том, что вам сейчас единственное, что нужно назвать номер вашей карты И даже это меня не смутило, понимаете, в тот момент И затем вам нужно будет выполнять определенные операции По СМС-оповещениям, которые вам будут приходить на ваш мобильный телефон Анастасия рассказала, что якобы сотрудник банка Даже предупредила о том, что он не имеет права брать информацию о паролях Поэтому переведет девушку на другую линию Где она должна его озвучить Расположила к себе Анастасию и полностью скопированная атрибутика На паузах звучала корпоративная музыка банка В итоге минус 20 тысяч рублей Когда девушка перезвонила по телефону, с которого ее набрал мошенник То попала в настоящий банк Увели деньги у Анастасии уже по старой схеме Она сама, поверив в правильность номера, сообщила все данные Ведь в момент разговора мошенник пытается зайти в ваше приложение банка Для входа нужны номер карты, номер телефона и разовые пароли СМС с ними приходят от настоящего банка Ведь зайти на страницу пытаетесь вы Доверчивый собеседник сообщает пароль, думая, что блокирует карту На самом деле преступник с его помощью заходит в мобильный банк и переводит деньги Банк в таком случае не будет возмещать вам средства Потому что в данном случае вы сами данные персональные свои раскрыли третьим лицам Это уже уголовное преступление, это мошенничество И деньги должны будут, уже будут возмещаться в рамках расследования уголовного преступления Банк в данном случае совершенно ни при чем Страшные слова вроде службы безопасности банка Или предупреждения о том, что все ваши счета заблокируют Никогда не воспринимайте всерьез Сотрудники банка такого клиентам не говорят Я уточню информацию и перезвоню в банк сама Если вам позвонили и представились сотрудникам банка Ни в коем случае не сообщайте никакую информацию Ни номер карты, ни пароли, которые приходят к вам по СМС Если сомневаетесь, уточните, как зовут сотрудника и его должность Возьмите свою банковскую карту, наобороте есть номер телефона И позвоните в банк самостоятельно Узнайте, есть ли такой сотрудник и звонит ли он вам действительно по делу Анна Янглова, Евгений Сульбереков, Григорий Сараев, Нотабена С октября в Арабские Эмираты можно будет улететь из Красноярска Перевозчик чартерный Боинги в Дубае из Емельянова будут летать раз в 10 дней Путевки с вылетом из Красноярска уже поступили в продажу Далее еще пять коротких новостей В Абакане рано утром случилась авария в районе Самохвала Рядом с временным светофором Иномарка и вас столкнулись Последний перевернулся По словам очевидцев, жертв нет В общежитиях ХГУ к новому учебному году Сделают косметический ремонт и проведут сантехнические работы В учебных корпусах отремонтируют актовый зал, библиотеку, архив и лестницу На ремонт вуз выделяют 4,5 миллиона рублей С начала лета в Хакасии утонули 8 человек, сообщает МЧС За последнюю неделю четверо Причины трагедии – купание в нетрезвом виде и невнимательность к детям Спасатели просят быть аккуратнее В Абаканском дворце молодежи началась вторая очередь капитального ремонта Восстановят главную и боковую лестницы, а также перила по всему периметру здания Частично заменят ступени и тротуарную плитку Работы завершатся к октябрю этого года В Новосибирском зоопарке построят комплекс для африканских животных Проект будет разработан уже в этом году Строительство оценивается от 500 до 700 миллионов рублей В новом павильоне смогут жить жирафы, зебры и бегемоты Очень хорошо реагируют на посетителей Им нравится, когда к ним проявляют внимание А еще кормят свежей рыбой Обед пеликанов сегодня показали гостям зоопарка Расскажем, сколько рыбы вмещается в птичку Жители Чертыгашево напуганы строительством вышки Прямо в гаражном массиве во дворе А молодоженам мешает строительная техника у ЗАГСа Подробности у мобильной группы Сегодня мобильная группа начинает свое дежурство с гаражей на Чертыгашево Здесь жители сразу нескольких окрестных домов Пожаловались на то, что по их словам Рабочие устанавливают здесь вышку сотовой связи Фундамент вышки прямо в одном из гаражей А сама станция прорастет из крыши на высоту девятиэтажного дома Излучение идет, излучение А какое, сколько тут единиц, как оно измеряется Но главное детский садик Ладно, мы там жильцы, ладно А детские сады, они же два детских садика у нас Но больше всего жители этого района опасаются не радиации, а не известности Исследования Ну замеры должны быть Они должны были какую-то бумажку хотя бы предоставить Действительно люди возмущаться Они бы, которые... Так жители-то будут возмущаться, но хотя бы предоставьте что-то В департаменте градостроительства сказали, о стройке они не знают Вышка сотовой связи, объект некапитальный Поэтому разрешение у них брать не надо И добавили За это отвечает Роспотребнадзор Там людей поспешили успокоить Сразу хочу сказать, что угрозы для здоровья населения нет Пока пройден первый этап Проект рассмотрения, размещения этой базовой станции Экспертиза тщательно проведена Проведена специалистами, компетентными специалистами Угрозы для здоровья нет никакой После строительства и запуска будут еще проверки Роспотребнадзора И как нас заверили, если что-то пойдет не так, станция работать не будет Следующее место, куда приехала мобильная группа Это зал бракосочетания на Щетинкино И здесь люди жалуются, что огромная строительная техника стоит на парковке И мешает машинам А еще очень сильно портит картину Асфальтоукладчик, два катка и другие дорожные машины Разместились на парковке у входа в ЗАГС Места припарковать автомобили молодоженам и их гостям остается мало В департаменте градостроительства сказали, что техники осталось стоять здесь совсем недолго Буквально в течение недели должен закончиться ремонт на участке от Крылова до Пушкина И техника переедет в другое место А пока можно сделать замечательные свадебные фотографии с необычной техникой И напоследок мы заглянули на территорию национального музея Посмотреть на вот такую необычную фотозону с причудливыми скворечниками Диковины и скворечники – это конкурсные работы ребятишек Когда конкурс прошел, организаторы передали домики для птиц музею И работники решили показать их всему городу Сделали фотозону Но недавно ее посетили вандалы Вот буквально две недели назад, в выходные Мы лишились трех скворечников на нашей фотозоне Ну, как смогли, устранили, чтобы не было заметно, что не хватает нескольких скворечников Ну, очень печально, что делаешь для людей Стараешься, как-то оформляешь пространство, чтобы было интересно, красиво Люди не оценили, испортили Фотозону не уберут в музей, а будут тщательно следить Установили камеру Есть в этом месте еще один интересный элемент, который обращает на себя внимание Гостиница для насекомых Еще сотрудники музея красят лавочки в белый цвет возле арки Потому что, по их словам, это место пользуется популярностью у молодоженов Кстати, вы можете сами украсть арку и провести здесь свою выездную свадебную церемонию бесплатно На этом наше мобильное дежурство заканчивается Можете делиться с нами своими новостями по номеру, который вы сейчас видите на экране Ватсап, Вабер или Телеграм Или звонить к нам в редакцию по номеру 222 700 Для вас работали корреспондент Алена Трынкина и оператор Василий Самоделкин Наш земляк, популярный этнопевец Руслан Ивакин сам снял клип Написал музыку и стихи на свою новую песню Он выступил и режиссером, и композитором, и частично оператором Да и в клипе сыграл главную роль Руслан рассказал Нотабына про свою новую песню «Колыбельное ветро» Это крошечный отрывок клипа Целиком композицию услышим через неделю, обещает Руслан Он говорит, клип сняли на Байкале, на священном острове Ольхон Место эффектное и магическое Ивакин с командой решили, это крутая иллюстрация для песни У меня была мечта самому снимать свои клипы И эта мечта осуществилась В этой песне звучат аутентичные национальные инструменты Тюркские и русские народные инструменты Например, хакасский шор Сылас и русская балалайка Сейчас Руслан готовится дать сольные концерты в Норвегии и Москве А осенью стартует в Нью-Йорк Его ждет мюзикл на Бродвее Напомним, Руслан финалист престижного международного конкурса артистов Ведром селедки, леща и сазана отобедали пеликаны в Абаканском зоопарке Центр живоприроды показал гостям, как лакомится крупная птица Пеликан – настоящая рыбная душа И в ее рационе нет ничего, кроме пресноводных Лакомства пеликаны ловко хватают клювом В нашем зоопарке их трое В день каждому нужно по 3 килограмма рыбы Крупные птицы в вольере соседствуют с гусями и утками Между собой пернатые не ругаются, но пеликанам всегда уступают отобедать первыми Методист зоопарка говорит – это коммуникабельные и уживчивые птицы И чтобы разозлить их, нужно постараться Камеру и публику пеликаны любят и будто нарочно замирают в определенной позе, чтобы их успели щелкнуть на телефон Птица, во-первых, крупная, красивая, необычная, мне кажется Они очень хорошо реагируют на посетителей Им нравится, когда к ним проявляют внимание То есть они любят и перышки почистить Очень смешно после купания отжимаются Искусственный интеллект Либроту смог победить в покер сразу пятерых игроков Причем все они реальные чемпионы Ранее система могла разыграть партии только собственной копией Но математики доработали искусственный интеллект И теперь Либроту сможет играть с живыми людьми На выходных летом лучше поиграть в спортивные, нежели азартные игры И, конечно, лучший вариант для этого выбраться на природу О погоде выходные расскажу сразу после информации От генерального спонсора прогноза Это сеть мини-дискаунтеров «Копейка» Молоко, пожалуй, самый популярный напиток Его любят и дети, и взрослые Сеть мини-дискаунтеров «Копейка» представляет ужурскую молочную продукцию Она отличается натуральным вкусом и доступной ценой Молоко 42,50, сметана 40 рублей, кефир 55 рублей, йогурт 37 рублей Всегда в продаже хлеб, кондитерские изделия, свежемороженая рыба, полуфабрикаты и многое другое Ищите ужурскую молочную продукцию в мини-дискаунтерах «Копейка» в Абакане на Некрасово 34 и «Дружба народов 19» В августе на станции Саянская по этой ЖД-ветке ходит скорый поезд в Красноярске-Забакана К РАЖД установит арт-объект скульптуру «Орла» и паровоза с указателем «Красноярск-Абакан» Это к 60-летнему юбилею станции Всего в этом году появится 11 скульптур на станциях Красноярской магистрали Сейчас о погоде Выходные будут дождливыми В субботу вечером льет дождь, ночью плюс 16, днем плюс 23 В воскресенье также ожидаются осадки Воздух прогреется, они намного больше, до 24 градусов Ночью до плюс 18 Ветер на выходных будет легкий 2 метра в секунду Спонсор прогноза погоды – Банк Восточный Хотите 300 тысяч рублей? С ежемесячным платежом менее 10 тысяч рублей Приходите 17 и 18 июля в Банк Восточный На этом с новостями все Нота Бена смотрите в прямом эфире в 7 вечера в Одноклассниках и во Вконтакте Свои новости присылайте с фото и видео в Вайбер, Ватсап или Телеграм по номеру 8 923 020 77 00 Хороших выходных и до встречи! Слезай, говорю, всю крышу мне поломаешь! Моя бабуля старой закалки И как ей объяснить, что крыша из полисэнда? Поэтому не ломается Полисэнд – надежная кровля нового поколения Полисэнд! Полисэнд? Полисэнд! Эксклюзивный представитель компании «Абаканфасад» Телефон в Абакане – 266 553 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok